Вот, соответственно, возможно, я не говорю, что это все должны завтра поступать именно так, я такого не говорю, да? Соответственно, вот у нас есть категория людей, которые всегда делают продвинутые домашние задания, потихонечку мы идем к концу сезона, седьмого. Большое вам спасибо, это развивает. Более того, я рекомендовал вам сохранять эти домашние задания, летом можно пересчитывать, получать удовольствие. Второй момент – это доклад. Мы придаем очень большое значение на конференциях, потому что будет конференция сейчас в Москве. Вот, в мае, 22 июня в Питере, да, две конференции. Большое значение, потому что это очень хорошая школа, когда вы выходите, прилюдно, каждый может услышать, каждый может добавить, вы показываете, чем вы занимались полгода. Это так честно, это нормально, это такие индивидуальные стратегии, которые гасят инстинктивные способы работы, да? Соответственно, дальше возникает идея книг. Сейчас очень радует, что буквально каждую неделю появляется книга, электронное издательство «Левый разум». Поздравляю коллег, пользуюсь случаем. Соответственно, вероятно, эти вопросы уже можно готовить к мастер-классу, кто будет. Как ни странно, я не согласовывался с издательством, там не было времени, если честно, да? Соответственно, в ряде случаев очень важны и бумажные книги. Как правило, из моего опыта, это не первая книга. Почему? Когда выходит очередная моя бумажная книга, опыт показал, что 50 экземпляров разлетаются в течение недели по знакомым. Вот бумажная книга для пиара – это лучшая визитка, ну, при наличии хорошего содержания, да? То есть, соответственно, по ряду проектов, просто-напросто я буду очень так, я не имею права принимать решение за автор, но буду настаивать на бумажном издании. Но это не первая книга, нужно получить отзывы читателей, нужно их внедрить, сделать и так далее. Пусть это будет 500 экземпляров, это как бы не очень дорого, но это нужно для развития автора, да, и так далее, да? Соответственно, следующая стадия – это интеллектуальные продукты, о них разговор впереди, в том числе на мастер-классе, поговорим немножко, да? И в том числе совершенно такая вещь, которую не смогли сделать Тризерсы, к сожалению, франшизы. То есть, это очень кратко, это некий лицензионный договор, по которому какие-то люди, желающие, ну, например, вузы, они просто могут пересказывать, например, вашу книгу, ну, или более подробный вариант вашей книги. То есть, мы не будем пока как бы заниматься, просто это совершенно законное мероприятие. Более того, опыт Тризерсов показывает, что нужны именно лицензионные договора, и нельзя всем позволять просто, например, болтать о Тризерс. Потому что сейчас человек, который хочет за деньги, либо бесплатно заняться Тризерс, интернет настолько замусорен, что просто, например, ни на русском, ни на английском, на приличных людей просто затруднительно выйти. То есть, бороться с этим бесполезно, так скажем, да? Но мы должны не повторять ошибок, которые были запущены Тризерсами. И, соответственно, следующий этаж, когда примеров много, примеров много, когда тексты там стремятся к тысячам страниц, то есть, издавать даже длинную электронную книгу, ну, просто, ради бога, меня извините, но, верно ли, кто-то редосчитает до конца, то есть, да? Поэтому нужно выводить на экран только то, что нужно пользователю. Сегодня мы, безусловно, вам покажем, да? Соответственно, скажем, да? Вот, соответственно, скажем, это некое веление времени, веление времени, допустим, напомню, вещь, которая пока никак не связана, просто в виде метафоры, что известный персонаж есть такой, Сноуден, не помню, к сожалению, как его зовут, Сноуден, он показал, что АНБ, это одно из американских разведывательных подразделений, следит примерно за 1 миллиардом источников знаний, за 1 миллиардом человек в 60 странах. Ну, так понятно, что это политики, ученые, ну, и так далее, да? Вот пока с экспертной системой это никак не связано, ну, чем дальше, тем ближе у нас, как бы, будет, да? Соответственно, я сегодня расскажу некоторый очень верхний этаж, моя задача сегодня рассказать не об экспертных системах, да? Об этом речь впереди, моя задача рассказать, как тем людям, которые хотят всерьез работать в индустриях креатива и творчества, потихонечку, потихонечку, без этих подвигов, начать об этом обдумывать и готовиться. Благо, лето впереди. Более того, я сейчас на мастер-квасе специально хочу получить вопросы, чтобы и по этой теме ответить на мастер-квасе. Первоначально вот этот материал планируется на мастер-квас, я прикинул его и выяснил, что мне нужно полтора часа. Полтора часа где-то на мастер-квасе – это безумное время, потому что будут какие-то книги, что-то еще, что-то еще. Я морального права не имею себе позволить просто-напросто потратить так вот время. Поэтому, соответственно, мы на мастер-квасе уменьшим, ну, соответственно, коллег ознакомим, получим вопросы, и на мастер-квасе по экспертным системам я буду отвечать только на вопросы, которые вы напишите на этой неделе. Однократная регистрация на воскресные лекции weekend.ru, которая начинается в 19.59 на странице портала.